Совсем недавно, 3 февраля, в Калужской области, где вернулся пассажирский автобус, погибли дети. Ужесточение правил перевозки детей в автобусах стало следствием череды дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Изношенные автобусы, низкий уровень квалификации водителей, отклонение от безопасного маршрута ради экономии времени – главной причиной ДТП, жертвами которых стали дети. Как выбрать правильного перевозчика для групповой поездки? На что обратить внимание при заключении договора перевозки? Об этом на семинаре педагогов образовательных учреждений говорили инспекторы ГИБДД. Заказчики этих перевозок, образовательные учреждения, дошкольные учреждения, спортивные учреждения, должны руководствоваться, я думаю, прежде всего, той базой, которую они до этого наработали, теми перевозчиками, с которыми они уже контактируют. Нельзя по меньшему уровню брать автобус. Это может быть некачественный автобус, или будет некачественный водитель, или будет некачественная документация какая-то. По новым правилам о планируемой поездке детей должны знать не только руководители образовательного учреждения или Дома культуры, спортклуба, но и ГИБДД. Уведомление должно поступить в инспекцию за два дня до даты предполагаемого выезда. Когда вы подаёте нам эти заявки, мы, во-первых, проверяем водителей, во-вторых, проверяем транспортное предприятие, которое может перевозить ваших детей. Инспекторы ГИБДД контролируют передвижение автобуса по маршруту, но так происходит в том случае, если экскурсионная группа сообщает о своей поездке заранее, но бывает и по-другому. Автобус представляют заказчику, я думаю, что в день перевозки, и поэтому заблаговременно проверить его состояние заказчик не может. Я думаю, что надо как-то в договорах прописывать, что если, возможно, ГИБДД не пропустит, или будет какая-то неисправность автобуса, неисправность в перевозке технической, то должны предоставлять в, возможно, короткий срок другой автобус на замену. В постановлении правительства 1177 прописаны требования к перевозкам и меры ответственности. Последние были заметно ужесточены, введены проверки автобусов на транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность, установлен максимальный возраст транспортного средства. Для перевозки детей он не должен превышать 10 лет. Ответственность ужесточается к транспортным перевозчикам. То есть это штрафные санкции на юрлицо 100 тысяч у нас, на должностные 25. Но у нас должностные лица, это получается и те, кто организовывает это в перевозке. Это школы, учителя. Если поездка длится более трёх часов, организаторам нужно позаботиться о присутствии в салоне автобуса-медработника, а у ответственного за перевозку при себе должен быть список с фамилиями детей и закреплёнными за ними посадочными местами. Я обращаю внимание на дополнительное образование. Если система общего образования и профессионального, они в рамках своих полномочий уже набили определённые шишки и знают, где тонкие места и как с ними бороться, то система дополнительного образования подоходит, и образование, и спорт, и культура, я обращаю на это особое внимание. Чтобы экскурсия в Дальний город с детьми состоялась, нужно обратить внимание на перевозчика. И этот вопрос требует времени для решения. Главное в этом вопросе – безопасность. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».